Австралийский журналист. Современный человек живет в вере в то, что принадлежность к нации – это исключительно эмоциональное решение для каждого индивидуума, и что в его повседневной жизни важнее этого решения нет ничего, кроме разве что решений, за кого он будет болеть на чемпионате мира по футболу. Но история говорит нам нечто совершенно иное. И будущее, будущее предупреждает нас о важности национального сознания на примере современной Черногории. Хотя Черногория является самой молодой европейской страной, у нее долгая история. 20-й век принес политические идеологии, а они, меняя исторические, культурные и религиозные расклады, привели к расколу общества с давними традициями. Черногория всегда была страной разделенной. Она была такой во времена короля Николы и позже во время королевства Югославии. Маргинализация национального сознания ведет к беззащитности базовых понятий, таких как история, традиция, язык и даже религия, перед переменами, вызванными политическими интересами. А они способны поставить под угрозу основные ценности и образ жизни каждого из нас. Один из самых видных писателей, философов и государственных деятелей Черногории 19 века критиковал раздел, говоря, «Наши собственные вожди, да будут прокляты Богом их души, разрезали империю на мелкие кусочки». Все эти разделы произошли в далеком прошлом. Однако мне интересно, мог ли он представить, что страна, объединению которой он посвятил свою жизнь, опять станет страной разделенной? Продолжение следует...